Ежегодные организаторы конкурса повышают сложность практического задания. Участникам необходимо не просто выполнить определенную работу, а встать на новую ступень профессионального мастерства. На этот раз настоящим испытанием стала сборка энергетического узла с несколькими элементами за 55 минут. Этот узел оснащен двумя фильтрами, оснащен прибором измерения давления. Участники собирают сифонную трубку и устанавливают манометр. То есть при завершении сборки этот узел будет подвергнут гидравлическому испытанию давлением где-то в районе 10 кг силы на сантиметр квадратный. Тем самым каждый участник будет вживую проверен. Качество сборки, моменты, которые при сборке он нарушил, они сразу покажут и будут видны. Первыми к испытанию приступили опытные слесари-ремонтники. В категории старше 30 лет приняло участие 5 человек. Пока они уверенно и методично выполняли задания, 8 слесарей категории до 30 лет внимательно ловили каждое их движение, каждый профессиональный прием, чтобы потом также сработать. А поучиться здесь действительно было у кого. Николай Васильевич Кобелев – постоянный участник конкурса. Более 25 лет трудится на ОМК. Он первый справился с заданием и получил 15 поощрительных баллов за быстроту. Профессиональный опыт – главное преимущество, признается слесарь. Водоснабжение, трубы – все это наше, конечно. Это же наша вода. Запорная арматура – это все наше. Мы крутим верхним ремонтируем. Везде свои хитрости. И кто привык чем пользоваться, какими инструментами, каким оборудованием, какой смазкой. У каждого свое. Но здесь первый еще не значит победитель. Важно пройти главное испытание, чтобы у собранного узла не появилось ни одной протечки. Иначе серьезные штрафы – минус 10 баллов. Единственный, кому удалось без них обойтись – слесарь-ремотник теплосилового цеха Эдуард Бровкин. Он занял первое место конкурса. Это несложно было. Это просто профессиональное мастерство. Со временем ты занимаешься этим, делал непосредственно, то уже это не страшно будет делать. Я не уверен был, но просто я себе задание дал, что я смогу и все. Совсем немного до идеального результата не хватило Михаила Кондратенко из СПЦ. Конкурсная комиссия выявила небольшую течь. Но у слесаря был козырь. Он стал единственным, кто набрал максимальные 30 баллов за теоретические знания. Готовился, конечно. Плюс багаж, знания еще накоплены с института. Задание не такое сложное. На работе бывает и посложнее. Ну, просто все надо сделать точно и быстро, и одновременно в этом сложности. Я участвую первый раз, поэтому все как бы в новинку. Ну, ничего, мне понравилось. Все проходит организованно хорошо. Среди молодых слесарей в лидерах представители цеха комкования и металлизации электростали плавильного цеха, а победителем стал Александр Мацнев из цеха водоснабжения. Помимо звания, солидного денежного вознаграждения и надбавки к заработной плате, лучшие участники конкурса профессионального мастерства получили стимул и дальше совершенствуют свои навыки. А их коллеги подтягиваются за передовиками производства.